Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание. Причиной созыва стало очередное ракетное испытание в КНДР. Инициаторами экстренного заседания Совбеза стали Япония, США и Южная Корея. Интересно, что они там придумают, ведь ресурсы для санкционного давления на КНДР исчерпаны. Неужели все-таки шмальнут раздочек? В ночь на 29 августа КНДР запустила баллистическую ракету с средней дальности. В Токио заявили, что не стали сбивать ракету, поскольку та не представляла особой опасности. Тем не менее, власти северных районов страны предупредили граждан о ракетной угрозе, предложив принять меры предосторожности. Также на короткое время было прекращено движение скоростных поездов в Синкан-Сен и электричек. А теперь давайте подумаем, может ли Дональд Трамп нанести военный удар по КНДР? Проанализировав эту ситуацию, вы увидите, что США не могут игнорировать позицию Москвы и Пекина, которые выступают против удара США по территории КНДР. В то же время Москва дистанцировалась от режима Северной Кореи, потому что та начинает перегибать палку. Но одновременно и предупредила Вашингтон о недопустимости военных действий. Все страны надеются, что Вашингтон не повторит тех же действий в отношении КНДР, которые были предприняты в отношении Сирии. Позиция России и Китая понятная и четкая. Никакой войны не будет, забудьте о войне. Китай и Россия успокоят КНДР и без войны. Как я уже говорил в начале, Совет Безопасности ООН проводит экстренное заседание. Причина этому – ракетное испытание в КНДР. Но в то же время, наряду с КНДР, Америка испытала новейшую атомную бомбу Б-61-12. Бомба Б-61-12 является основным ядерным оружием стратегических ядерных сил США. Данная бомба предназначена в том числе для размещения на территории ряда натовских стран в Европе. По оценке МИД России и Китая, это противоречит обязательствам по договору о нераспространении ядерного оружия. Но почему никто не проводит экстренное заседание по этому поводу? Почему Америка испытывает бомбы, угрожает, вооружается, вмешивается в политику других стран, и никто ей не скажет «стоп, хватит». А когда иные страны начинают поднимать свою армию, то Америка начинает тявкать, говорить, мол, нельзя так делать, это угроза для мира. Ну и логично, вроде говорят США, но сами-то, зачем вооружаются, это же угроза для мира. Северная Корея продолжает испытывать свои ракеты. Она, конечно, и ведет себя дерзко, но не нарушает международные права, а США много раз уже нарушала. КНДР начала вооружение ради защиты своих граждан, а не ради агрессии на другие страны, как это рассказывают западные СМИ. Конечно, КНДР в страсти иногда бросается с жесткими заявлениями, но это просто слова, ведь сколько времени уже прошло, но никакой фактической агрессии не было со стороны КНДР. Да и не может быть, потому что Китай и Россия этого не позволят. Ядерное оружие нужно иметь всем независимым странам, так как это гарантирует защиту граждан страны. Но американцы говорят, нет, у нас есть право на атомную бомбу, мы белые люди, а вы люди второго сорта, поэтому права на ядерную бомбу у вас не должно быть. А Россия и Китай говорят, если нет атомной бомбы, как ее не было у Ливии, то НАТО принесет демократию. А вот если у тебя есть атомная бомба, никто тебе ничего не принесет. Здесь справедливость заключается в том, чтобы каждая независимая страна имела свою атомную бомбу. Давайте смотреть реальности в глаза, а не верить всему, что говорят. Северная Корея зависима от Китая почти полностью. И если Китай против того, чтобы Северная Корея начала войну, это значит, что войны не будет. А эти разные новости о войне США против КНДР, экстренные заседания Америки и тому подобное, все это ничего не значит, все это пустое. Поэтому не бойтесь, не живите постоянно в страхе, расслабьтесь и все будет хорошо. Это логический вариант дальнейших действий. Но все может пойти и другим путем, если Америка плюнет на всех и начнет действовать своевольно, как это бывало не раз в истории. Тогда держитесь. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...